Друзья, но если есть девушки, которые год будут решаться, зайти ли им в спортзал или нет, я уже не говорю о том, насколько, то есть те, которые иному богатырю могут примером стать. Марьяна Наумова, принцесса штанги. На счету 17-летней спортсменке уже больше 15 мировых рекордов в жиме штанги лёжа. Главный кумир девочки Арнольд Шварценеггер. В этом году на турнире в Америке юная красавица поставила новый мировой рекорд – 110 килограммов. Уникальная девушка, которая одинаково красиво жмёт от груди и ходит от бедра. Любит поесть, но пытается себя контролировать, чтобы оставаться в нужной весовой категории. Доброе утро. Доброе утро, Марьяна. Здравствуйте. Ну, скажите мне, неужели вы действительно вот с улыбкой, радостью и вдохновением заходите в зал, где находится дикое количество этого тяжёлого железа, и вы прям предвкушаете, что сейчас вы часик будете вот этим заниматься? Да, я к этому привыкла, потому что спортом я занимаюсь с четырёх лет, а с жимом штанги лёжа с десяти лет. То есть для меня прийти в спортзал – это обычное дело, привычка. Там моя компания, там друзья, там я тренируюсь, общаюсь, в общем, там крутое времяпривождение. Вот мы тут пока смотрели как раз ваше представление. Рома сказал, боже мой, Марьяна, может, сколько, практически полтора тебя отжать, да? Я думаю, что меня-то точно легко возьмёте на руки. Смотрите, Марьяна, и мы говорим о том, что учёные вроде как сейчас изобрели таблетку, которая как раз заменяет все эти физические упражнения, съел, и, в общем-то, ты уже силач, похудел и так далее. Просто поставил себе галочку в расписании – в спортзале был. Да, не был, а всё равно всё хорошо. Вот вам не обидно, скажите, как человеку, который с четырёх лет вот это достижение такие, а кто-то это может без всяких усилий скоро сделать? Ну, на самом деле, это очень интересная вещь, и я бы хотела даже её попробовать. Может быть, у нас сразу все станут спортсменами, сразу все станут красивые, накаченные. Но я считаю, что это всё неправда, всё равно, чтобы иметь хорошее тело, иметь здоровье, нужно заниматься спортом, правильно питаться. Гроуфуд – здоровая пища, мясо, рыба, овощи, фрукты, витамины дополнительные, протеины – это всё должно быть в вашем рационе и, конечно же, тренировке. Марьяна, да, вот вы заговорили о специальном питании. Вы же тоже помогаете себе, своим мышцам. Несколько слов об этом, раскройте секрет. Ну, а как пару ром отжимать? Ну, для обывателей спортивное питание, многие путают, что это анаболики. На самом деле, это не так. Спортивное питание – это различные добавки, витамины, протеин, он же белок, которые, в принципе, могут употреблять и обычные люди. То есть, например, когда ты не успеваешь перекусить, берёшь протеиновый батончик, либо протеиновый напиток, быстро это всё кушаешь и бежишь на работу, учишься. Я так часто делаю в школе. То есть вам просто нужно очень много калорий, да? Нет, я сейчас стараюсь кушать в основном белковую пищу, потому что я очень легко набираю вес, и мне надо держать весовую категорию. Ну, смотрите, вот спортсмены, вы сами говорите, что интересно что-то попробовать, но спортсмены, они же всегда под таким прицелом, съешь протеиновый батончик, и тебя в допинге обвинят. Ну, я утрирую, но... А, кстати, а есть ли в вашей, действительно, сфере допинг? Что запрещено? Ой, на самом деле, у нас большой список запрещенных препаратов, там иногда даже включены какие-то капли для глаз, для носа, там огромный-огромный список, и надо быть очень внимательным, когда принимаешь какие-то даже медикаменты из аптеки. То есть вы не будете участвовать в экспериментах, если что, придут к вам и скажут, Марьяна, вот у нас таблетка, вообще от чего-то другого там, я не знаю, от несчастной любви вдруг вот меня замкнуло сегодня, несчастной любви, или для молодости вечной, вы попробуете? Обязательно перед началом применения этой таблетки надо посмотреть список запрещенных препаратов. И пожертвуете молодостью, если что-то там будет не то. Представляешь? Нет. Ну, что поделать, спорт? Принцесса Штанги встречала это утро вместе с нами, спасибо вам большое, удачи, побед новых, мы искренне вам аплодируем. Сколько раз в неделю вы в спортзале? Спасибо большое. Три раза в неделю, в неделю по полтора часа. Все, договорились. Тебе стало стыдно, Рома, тебе стало стыдно? Удачи, удачи, Таня, прощаемся. Пока. Пока.